Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Для тех же, кто не сможет дозвониться во время эфира, телефон нашей редакции 727 12 92. Ну и, кроме того, нам всегда можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы сможете смотреть нашу программу в интернете на сайте sgutv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, психологи отметили, что чаще всего мы начинаем думать и заботиться о красивой фигуре и собственном весе дважды в году, накануне новогодних праздников и летнего отпуска, чтобы зимой втиснуть себя в новогодний, а летом в купальный костюм, красивое платье и хорошо выглядеть за праздничным столом или на пляже. А как же сохранить красивую фигуру и правильный вес в течение всего года? Ответ на этот вопрос может дать новое направление в психологии – трансматика. И гостья нашей сегодняшней программы «Психолог-трансматик» – один из авторов этой системы – писатель Екатерина Данилова. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. В наше время не секрет, что существует мода на здоровье, мода на красивую фигуру, на стройную фигуру, и кругом реклама красивых женских тел в красивых платьях. Естественно, что нормальный среднестатистический человек хотел бы, конечно, выглядеть так, но не всем это удается. Поэтому люди расстраиваются, у них возникают психологические проблемы. А с другой стороны, одни худеют, и мир раскололся на две половины. Они худеющие стремительно, и людей, которые поправляются, то есть очень быстро набирают вес. Это сейчас тоже, так сказать, не секрет. Почему так происходит? Вообще, куда мы движемся? Ну, в первую очередь, наверное, стоит начать с того, что трансматика – это направление, которое занимается непосредственно взаимодействием, это система, которая занимается взаимодействием физического тела, телом разума и телом социума. Соответственно, мы должны исходить из того, что наше физическое тело – это наш дом, в котором мы живем, и, соответственно, оно в первую очередь должно быть удобно для нас. Когда мы говорим о том, куда мы движемся, мы должны в первую очередь ответить себе на тот вопрос, какое тело, в какой дом мы хотим, чтобы у нас был. Чтобы у нас был удобно для нас, или мы хотим, чтобы нам было в нем дискомфортно. Можно, например, сказать о том, что больному человеку, у которого болит зуб, ему очень сложно быть счастливым. В любом случае, эта боль будет давать ему ощущение, что что-то не так. То есть тело, наш вес, наша фигура, она должна быть такой, которая может дать нам ощущение счастья, комфорта, любви к себе. Но вам не кажется, что как-то люди слишком безудержно занимаются либо похудением, либо не думают о том, что они очень быстро поправляются, что, собственно говоря, портит качество жизни? Конечно. Все дело в отсутствии равновесия. Потому что, когда мы говорим о том, что мы куда-то движемся, либо в одну крайность, либо в другую крайность, конечно же, здесь возникает проблема, что мы в любом случае не находимся в равновесии. Наше тело, оно в первую очередь должно быть гармонично для нас и помогает нам в этой жизни, помогает нам проживать эту жизнь счастливо и гармонично. Соответственно, мы должны исходить из того, что мы не должны впадать в крайность. Либо мы переедаем, как это обычно бывает, да, на диетах, во время срыва, когда человек психологически себе запрещает все время что-то, да, и, соответственно, он срывается, да, либо, соответственно, наоборот, когда человек безудержно начинает голодать, мучает себя диетом, превращается в скелет, конечно же, это тоже не ведет его к гармонии, потому что человек все время чувствует силу запретов, вместо того, чтобы чувствовать силу разрешений. Ну, тут, наверное, главное найти такую золотую середину, что бывает довольно сложно. Но скажите, почему, вот с психологической точки зрения, почему неправильный вес, там, слишком большой или слишком маленький, или, напротив, изменение веса не та фигура, почему они так портят вот именно современному человеку жизнь? Почему мы так беспокоимся из-за этого? Хотя иногда и неправильно питаемся, всё равно продолжаем там не заниматься спортом, много кушать. Ведь были же времена, когда, допустим, те же самые полные люди были символом красоты. Вспомнить красавец, пышнотелых красавец Рубенса, Тициана, как говорят, торжество целлюлита, которое можно увидеть на этих картинах. То что, почему в наше время так происходит? Ну, в наше время, скорее, ценится нисколько какое-то там здоровое тело, нисколько там в теле тело, да, как бы, не знаю, как пышное тело или худое тело. Сейчас идёт речь о том, чтобы выглядеть, нам, мы в первую очередь стремимся к тому, чтобы быть естественными, да. В первую очередь мы хотим выглядеть нисколько худощавыми или толстыми, мы в первую очередь хотим быть привлекательным, да, для противоположного пола. И, соответственно, мы исходим из того, что наше тело, оно в первую очередь показатель нашего, того, нашего разума, то, что происходит у нас в голове. А, соответственно, если, соответственно, человек полный и ему дискомфортно, то это показатель того, что... Да, есть же полные люди, которые абсолютно счастливо себя ощущают в этой жизни, да? Конечно, конечно. И, наоборот, встроенные, вечно недовольные. Да. Своим внешним видом. Важно, чтобы тело, в первую очередь, было удобно для вашей жизни. И, соответственно, если вы понимаете, что... Если человек понимает, что он там болен, что его мучает какие-то... Его что-то мучает, и он не может быть в первую очередь, и какое бы у него ни было тело, худое или полное, он всё равно будет чувствовать, что он психологически к этому не готов. Потому что, в первую очередь, его разум будет говорить о том, что что-то не так. Всё-таки разум первичен. Конечно. Тогда вопрос такой. Человек по природе всё-таки... Вот каким он должен быть, поскольку у вас своя система, да? Мы сейчас о ней поговорим, и как она помогает людям поддерживать нормальный вес. Человек по природе всё-таки должен быть каким больше, допустим? Упитанным, а значит, несовременным, да, вот по нашим сегодняшним меркам? Или худым и стройным? Потому что разные теории говорят разное. Вот одни теории считают, что вот этот жирок на бёдрах, это хорошо, это правильно, потому что это некоторый НЗ человеческий, про чёрный день, да? А другие системы говорят, что надо питаться и вообще надо жить, как наши предки, которые кушали только тогда, когда испытывали голод и не ели никогда, когда не хотели кушать. Да и потом они питались растительной пищей, от которой сильно не располняешь, да? Да, вот как здесь быть, вот, то есть какой правильный вес человека, и что говорит об этом трансматика? Очень тяжело сказать, что у человека есть какой-то определённый правильный вес, и очень тяжело так сказать, что наши предки ели только, там, корень, плоды или ещё что-то, да? Потому что, в принципе, исторически так сложилось, что наша жизнь, она построена на том, что мы в первую очередь чувствуем возбуждение, да, которое, соответственно, нас готовит к какому-то действию. То есть, к примеру, если мы сидим в офисе, да, у нас всё время какое-то, всё время что-то происходит, да, и мы всё равно чувствуем какой-то дискомфорт, кто-то нас что-то спрашивает. После этого должна произойти обязательно реализация, и после этого у нас происходит релаксация. Ну, то есть мы как бы должны реализовать наш стресс, да, его утилизировать. Лишний вес – это в первую очередь проблема стресса, потому что когда человек находится в стрессовом состоянии, он его не реализовывает. Обычно что бывает? Обычно мы говорим «подавить эмоции», «подавить стресс», да, и мы подразумеваем, что вроде как мы это подавили, и этого вроде как нет. Но с нами это остаётся. Стресс можно только реализовать. То есть, к примеру, древние люди, да, они как раз-таки занимались пробежкой, да, за своей едой. Надо дать тебе какую-то нагрузку, да? Да, да. Тогда как бы лишний вес не будет накапливаться, и тогда, наверное, не надо будет говорить о том, каким же должен быть вес, да? Конечно. Он сам собой будет нормальный. Конечно. И женщинам обязательно иметь какое-то есть определённое процентное соотношение, что у женщины обязательно должно быть не меньше 22% жира, да, вообще 22, вот идеально 21-22. Потому что женщина, она в первую очередь мать, будущее или настоящее, да, вот, и обязательно ей нужно иметь именно не лишний вес, да, обязательно иметь какой-то запас, который, соответственно, будет... Поможет ей в будущем, да. Выглядеть и выглядеть красиво, и чувствовать себя хорошо, и, соответственно, поможет ей... Быть здоровой, и чтобы ребёнок будущий тоже родился здоровым. У нас есть звонок в студию, давайте ответим. Пожалуйста, Алло, говорите, вы... Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая проблема, когда я чувствую усталость, особенно плохие, когда настроение, стресс, после скандалов, у меня появляется особое чувство голода, очень хочется есть. Ну, и, конечно, я наедаюсь, конечно, поправляюсь, а потом ругаю себя за это. Такой порочный круг? А как из этого выйти? Подскажите. Да. И можно ли? Очень, мне кажется, распространённо. Вот многие заедают свои стрессы, вот те стрессы, о которых вы сейчас говорили. Да, конечно. И что делать, когда рука тянется к холодильнику? Вы знаете, я вот рекомендую, когда общаюсь, бывает такое, что, скажем, девушка рассказывает, что, например, она ругается с мужем, да, и вот она чувствует, что вот что-то вот прям вот эмоциональное, она очень такая активная. Я рекомендую выйти из квартиры, сказать, подожди, выйти из квартиры и, скажем, если на 10 этаже, там раз 5-6 подняться по лестнице, если уж с пробежкой не получается. Вот. Человек реализовывает свой вот этот стресс, он после этого готов как-то логически рассуждать. Но, конечно, гораздо лучше пойти заняться какой-то ровной нагрузкой, хотя бы час посвятить себя этому, и нужно, конечно, ощущать, что человек понимает, зачем он это делает. Он это делает, вес он на самом деле вторичен, да, первично это то, что мы чувствуем, что нам хорошо, что мы счастливы, и нам в этом хорошо. То есть всё-таки первичные, Екатерина, психологические проблемы, да, и наше психологическое состояние. Конечно, да, конечно. И в зависимости от того, как мы себя чувствуем, мы либо набираем, либо сбрасываем вес, либо остаёмся в норме, да. Да, и стресс обязательно надо реализовывать, иначе этот стресс, он имеет тенденцию накапливаться, и, конечно, потом возникает такая ситуация, срыву с холодильника, да, вот, и мы говорим о том, что нужно обязательно что-то сделать с этим, нужно обязательно осознать этот стресс, да, и что-то дальше его как-то реализовать. Слушай, ну а как сказать, допустим, вот, я не знаю, там, скандал с мужем, конечно, не дай бог, сказать, милый, подожди, я сейчас побегаю, там, выйду на площадку, побегаю по этажам, вот вернусь, тогда мы с тобой доругаемся. Ну, не совсем так, как происходит, обычно, как это происходит, когда женщина, она чувствует очень сильный эмоциональный порыв, и ей хочется, конечно же, сразу всё высказать, что она думает, и она просто, она говорит, сейчас, секундочку, она выходит из квартиры, да, там, прошла по лестнице, поднялась, возвращается, она уже находится, в более стабильном состоянии, потому что она уже реализовала как-то свою энергию, она уже реализовала тот адреналин, который у неё выделился, и она себя уже чувствует спокойнее, и, соответственно, она может продолжать какую-то более конструктивную беседу, и плюс, особенно, если действительно провести настоящую аэробную нагрузку, например, там, пойти, прервать разговор, и пойти час побегать, то после этого, как правило, все темы поднятые до этого становятся. Да, тогда, получается, вот расскажите, всё-таки, как правильно трансматика работает с весом, ну, для того, чтобы, как бы, держать себя в хорошем тонусе, в хорошем состоянии и в стройном состоянии, да? Это, прежде всего, физические, извините, нагрузки, да? Да, да. У трансматики есть разные приёмы и техники, в первую очередь, конечно, физические нагрузки, это обязательная часть системы. Дальше мы говорим об интуитивном питании, мы говорим о том, что питание построено на том, что мы едим то, что мы хотим. У многих людей, как правило, вот эта мушка сбита, они ощущают, что, скажем, например, когда говоришь, обычно говорят, а я тогда буду торты целыми днями есть, да? Да, ну и что? Ну, здесь такой возникает момент, что когда человек думает, что он будет торты есть целыми днями, это концентрат. Мы живём, в принципе, все люди живут на концентратах сейчас, да, в это время. Поэтому, соответственно... Концентрированной пищей, да? Конечно, там сахар, всё остальное, каша. Но чем более натуральная пища, соответственно, тем больше это близко, тем более это ближе к тому, что действительно мы ели когда-то в своё время. И, соответственно, эта пища обязательно должна быть, к примеру, типичная пирамида питания, она основана на том, что мы, например, питаемся три раза в день, да, питаемся определённо есть там. Ну, вот, скажем, например, та же Всемирная организация здравоохранения, она у себя опубликовала на сайте, что эта пирамида была разработана после военные годы для того, чтобы люди поправлялись и набирали быстрее вес. И выглядели счастливыми. Да, да. По трансматике обязательно заниматься, обязательно реализовывать свой стресс, да, то есть заниматься какой-то аэробной нагрузкой. После этого у нас наступает, соответственно, релакс-стадия, во время которой мы можем поесть, и обязательно после еды нужно отдыхать, желательно есть раз в день вечером, что это... То есть вообще только один раз в день? Да, лучше всего один раз в день, вот, вечером. Если, скажем, мы стараемся как-то проконтролировать нашу массу, то есть определённые объёмы пищи, где-то приблизительно 400 грамм нужно съедать пищи. Ну да, у вас написано в книге, то есть два 250-граммовых стакана, вот весь наш объём пищи, которым должны съедать за день. Не мало ли это для современного человека? Нет, потому что на самом деле мы даже не реализовываем половину той энергии, которую, как правило, потребляем. А тогда что нас заставляет есть три или четыре даже раза в день? Вот говорят, что лучше питаться, значит, маленькими порциями, но часто. Это всё сделано для того, чтобы вы не чувствовали чувство голода. Мы идём как раз-таки против природы. Чувство голода – это абсолютно естественное чувство. Мы должны чувствовать, мы когда чувствуем голод, это позитивное ощущение, которое позволяет нам двигаться, которое позволяет нам что-то дальше делать. И голод, он, да, вот есть такая поговорка, художник должен быть голодным. Если человек голодный, он и лучше творит, и лучше, у него всё получается быстрее, да, это не нужно доводить до абсурда. Да, есть стимул для работы. Да, 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 да. Вот. И, соответственно, человек, он, когда он питается один раз в день, он приходит с полным ощущением вот этого настоящего голода. Он действительно хочет есть. И вот интуитивное питание, оно помогает развить и почувствует этот настоящий голод. У нас есть ещё один звонок в студию, следующий. До нас дозвонилась телезрительница. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Да. Алло, вы меня слышите? Да, да, слышим. Добрый вечер. У меня такая проблема, вот мне 48 лет уже, вы знаете, как-то по молодости я худела, и это давалось мне легко. А сейчас проблемы. Если я начинаю худеть, то у меня снижается давление. Естественно, бросаю и снова набираю вес, и возникают уже проблемы уже психологического плана. Но, вы знаете, мне как-то неудобно за свой внешний вид, и я стараюсь никуда не выходить. И, в общем, это мешает мне в моей жизни. Что вы мне посоветуете? Спасибо. Спасибо. Ну, ключ здесь опять-таки, конечно, в отсутствии равновесия, да. Мы сидим на диете, мы себя изнуряем, мы себе создаём запреты, которые мы стремимся потом нарушить. То есть, если мы, скажем, да, вот как, если мы вешаем замок на холодильник, конечно же, нам будет хотеться вернуться к этому холодильнику и посидеть у него как можно дольше. То есть, из этих запретов нельзя себе ставить? Запретов ни в коем случае ставить нельзя. Это всё человек должен понимать, что вы исходите, и в первую очередь вы это делаете для себя. Что значит интуитивное питание и та же физическая нагрузка? У вас, скажем, есть задача реализовать в течение часа. Бывает, что человеку, бывает, люди приходят, действительно, им сложно начать сразу бегать, да, как бы, потому что... Ну, не каждый любит бег, предположим. Да, да, да. И здесь бывают иногда какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают. Человеку можно начать просто элементарно с прогулки, и эта прогулка должна предназначаться именно для того, чтобы человек чувствовал, что ему хорошо, что он это делает для развития своего тела. Не для чего-то там магазин пошёл, а для развития своего собственного тела. И, соответственно, дальше уже корректируется питание, да, выстраивается каким-то определённым образом. И человек, он не сидит на диете, он чувствует этот стиль жизни, да, то есть он ощущает, что ему хорошо. Самый главный ключ – гармония. Если ему не гармонично, если ему плохо в этом, значит, соответственно, он что-то делает не то. То есть надо к себе прислушиваться. Конечно. Ну, скажем так, вы опробовали уже эту систему на ком-то? Вот насколько она полезна или как она действует на людей? Эта система опробована на множестве людей, и действует она всегда очень положительно. Конечно, бывает иногда, что, скажем, на первой стадии тяжело, особенно когда человек, скажем, рост, там, скажем, 30 лет, да, он никогда не ощущал чувство голода, потому что его кормили три раза в день, да, и он сам после этого ел пять-шесть раз в день, да, маленькими порциями, чтобы чувство голода не чувствовать. Вот. А после этого, когда вот сначала с первыми этими ощущениями, да, он чувствует, что он начинает возвращаться к какому-то естественному своему состоянию, он начинает, конечно, чувствовать свои естественные эмоции. То есть, к примеру, когда он волнуется, он начинает действительно волноваться, да, То есть когда он хочет есть, он действительно начинает есть. И мы говорим о том, что он развивает себя, он не худеет или толстеет, его тело, оно гармонично. То есть одно дело, когда человек, например, говорит, что я не хочу бежать 20 километров. И совсем другое дело, когда человек может пробежать 20 километров, но проверить он это может только пробежав эти 20, 10, 5 километров. Но заставить себя сложно. Вот ключ не в заставлянии, ключ в том, что вы, например, выбираете, скажем, вы проходите там 5 километров или пробегаете, и вы чувствуете, что вы это делаете для себя. Не для кого-то, не для общества, чтобы выглядеть как-то там хорошо или плохо. Вы это делаете для себя, вы смотрите на свое отражение и думаете, комфортно вам в вашем доме или стоит что-то делать. Нужно думать о себе и делать это именно для себя. У нас еще один звонок в студию. Алло, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня с моим молодым человеком, которого я очень люблю, разваливаются отношения. Он считает, что я должна быть, ну, скажем, 90-60 на 90. Весить меньше, заниматься спортом, своей фигурой с утра до ночи. Иначе ему за меня перед своими друзьями стыдно. Но я считаю, что я и так вполне нормально выгляжу. Чего ему не хватает, я не знаю. Ну, не расставаться же с ним из-за этого. Помогите, пожалуйста, что мне делать. Спасибо большое. Так, тут прямо... Ну, это, да, это очень хороший вопрос, но здесь уже, наверное, какая-то уже еще соседняя тематика затрагивается. А любит ли на самом деле человек эту девушку? Да, потому что здесь вопрос даже не в том, что любит или не любит, да, а вообще насколько... Вообще у них, насколько комфортны у них отношения, да, то есть, скорее всего, вы знаете, как очень часто бывают люди, скандалят из-за мусора, из-за посуды. Но это является только лишь причиной или поводом, да, к чему-то более серьезным. Конечно, конечно. Это в первую очередь повод, и это ни в коем случае не может быть вынос мусора, ни в коем случае не может быть, да, каким-то мотивом для разрыва отношений. Скорее всего, что у людей уже присутствуют какие-то психологические проблемы, которые между ними происходят, и поэтому, соответственно, выстраиваются. Вес девушки, внешний вид, ее фигура здесь не главная, наверное, да? Поэтому ей можно посоветовать, если она считает, она же говорит о том, что она вполне нормальная, значит, она ощущает себя хорошо, оставаться такой, какая она есть, и поискать причины в чем-то другом. Ей можно посоветовать пробежать 10 километров, и если она чувствует, что ей комфортно, да, то значит, все хорошо. Хорошо, Екатерина, у нас осталось несколько минут до окончания программы, поэтому в заключении вот самые основные какие-то правила, да, трансматические, которые помогут нам оставаться как бы в своем весе и в хорошем виде круглый год. Кстати, я вычитываю в вашей книге, что вы вполне даже разрешаете кушать на ночь и считаете, что это очень даже хорошо и полезно. Ну, конечно, мы говорим о том, что человек питается интуитивно, он питается желательно раз в день, да, когда он действительно чувствует это чувство голода. Мы говорим о том, что человек должен себя чувствовать гармонично, его разум должен быть в гармонии с его физическим телом, то есть он должен выглядеть не так, как красиво, а так, как он хочет. То есть не бежать за модой, да? Да, и, соответственно, весь его социум будет выстраиваться по тому, как он себя ощущает. То есть вокруг него будут появляться такие же люди, как он? Конечно, да. Может быть, не 90-60 на 90, но немножечко другие. Ну, здесь бывают девушки, которым 90-60-90 очень даже комфортно, а бывают люди, которым нужно себя втискивать. Опять-таки, разные конституции, разные гормональные состояния, ведь никто же не рождается, да, есть женщины, у которых действительно конституция как под маму, да, а есть конституция, грубо говоря, юношеская, да, соответственно, как бы это тоже очень сильно всё влияет, и, конечно, нельзя там девушку, которая действительно изначально, она, скажем, у неё какая-то другая внешность, да, пытаться её втихнуть, вписать какие-то рамки определённые. То есть надо оставаться самим собой и чувствовать эту комфортность. Хотя, конечно, знаете, как комфортно, когда вот скушаешь 2-3 кусочка тортика? Ну, если человек... Очень комфортно. Самое главное правило... Или так сытно покушаешь. Самое главное правило – это то, что мы всё, что вот, всё, что мы съедаем, всё это должно сжигаться, всё это должно утилизироваться. Наш стресс должен обязательно утилизироваться. Если мы чувствуем, что мы переволновались, надо идти на пробежку, хочется 2 кусочка торта после этого, ну, что, ну, бывает. Нельзя себе запрещать, и нужно себе воспитывать ощущение того, что действительно вот интуитивного питания, потому что желание съесть торта, особенно если мы прочитаем, обратимся к составу, вот, и посмотрим полную таблицу Менделеева, у нас, как правило, пропадает его съедать. Ну, к сожалению, на тортиках пишут совершенно другое, очень красивые, хорошие такие, заманчивые слова, поэтому и так хочется скушать. Мелким шрифтом надо сказать. Да, мелким шрифтом, то есть, в принципе, я поняла, что по трансматике можно кушать то, что хочется, главное потом это отработать, то есть не оставлять это вот в себе в состоянии покоя. Без фанатизма, если человек, например, выбрал свою стратегию, он смотрит на свое тело, скажем, он там весит 100 килограмм, да, он смотрит на себя в зеркало и понимает, что это не тон, конечно, он начинает, он сначала начинает к себе прислушаться, воспитывать свое чувство голода, ощущает этот голод, да, и, соответственно, он у него начинает действительно интуитивное питание. Спасибо вам огромное, наши передачи завершаются, и ваши пожелания нашим телезрителям в конце. Любви, удачи, счастья, здоровья, и по трансматике все делать. Ну, я думаю, кто заинтересовался, прочитают ваши книги или обратятся к вам. Спасибо вам огромное, Екатерина. Дорогие друзья, ну что ж, наша программа подошла к концу. Я думаю, что с нашей фигурой все будет в порядке, если мы будем почаще себе напоминать такую фразу. Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы только есть. Тогда и наше психологическое здоровье тоже будет в полном порядке. Ну, а еще помните, что из любой ситуации всегда есть выход, и в этом вам поможет Нитя Рядны, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. Напоминаем, что вы можете посмотреть все наши передачи на сайте sgutv.ru. Спасибо огромное. До встречи через неделю, и обязательно будьте счастливы.